Итак, вашему вниманию главный пропагандист Кремля и по совместительству любимчик Путина Владимир Соловьев. Сноватый ты, чертила! Бесноватый! Соловьев, который непреклонно поддерживает Путина, использует свою телевизионную платформу для распространения пропаганды и дезинформации, разработанной российскими областями. Уровень поддержки Путина невозможно сравнить с уровнем поддержки ни одного лидера так называемых вот этих 50-ти кретинов, объединившихся в войне с Россией. На этот раз неуравновешенный ведущий выступил с новыми безумными идеями. Соловьев заявил, что он бы не только хотел захватить украинские города, но и стереть их с лица земли. Я вам скажу, после сегодняшнего злодеяния я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Такую реакцию у пропагандиста вызвали успешные операции сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы и Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу. Наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. На этом Володенька не остановился и, конечно же, стал традиционно угрожать Западу. Но, впрочем, все как всегда. Этот пункт в его сценарии прописан на веки вечные. Каждый подарунок, который летит на территорию Российской Федерации, летит из Британии, ну, то есть британская ракета, по Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону в ответ. Французским запустили. По Парижу захреначить, чтобы знали, сволочи. Ну, про Германию вообще не надо говорить. Стереть лица земли. Вслед за Соловьевым угрожать Западу продолжила и боброятка Симоньян. Что-то мне подсказывает, что мы будем бомбить аэродромы. Что у нас не остается другого выхода. А это будут аэродромы, в том числе, страны НАТО. А еще Симоньян рассказала об ультиматуме, который Россия будет вынуждена предъявить Западу. Другого решения она не видит. И что дальше? К чему нас это приближает? К тому, о чем я толдычу. Что мы дойдем до ядерного ультиматума. Ничего не изменится. Изменится только тогда, когда они поймут, что через 15 секунд вот такая вот бомба, только не Аттакамс, Аттакамс, вот никак не могу научиться его произносить, Аттакамс, не такая бомба, а совсем другая бомба, полетит на их пляжи, на их Кейпкот, в их Майами, в их Калифорнию. Вот тогда все это становится. Загорелая Марго. Это называется верой и правдой, но без здравого смысла служить российскому диктатору и распространять его нарративы. Ну, все приближается. С каждым таким пляжем, с каждой такой изуверской выходкой и с каждым поставленным самолетом Ф-16, время, точка невозврата и время ультиматума приближается. Вот увидите. А вот еще одна полоумная. Уроженка Одессы Витязева рассказывает, как ей жалко архитектуру в Одессе, но не жалко живущих там людей, поэтому город должен стать безлюдным. Мне жалко архитектуру. Да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики, набережные. Вот если бы вот мне сейчас сказали поехать хочешь в Одессу, я бы сказала да. При одном условии. Масты жалко булыжники и людей. При одном условии, что Одесса будет пустая. А вот еще один пророк. Депутат Госдумы Матвеичи в каком-то из интервью рассказывает, что все будут подчиняться России. Мы-то прекрасно понимаем, что мир доконает Украину быстрее, чем война. Украина, как и Европа, достанется России вся. Просто через какое-то время. Они все равно все лукнут. Они все равно надорвутся. Вот. Они все равно пупок себе надорвут. Вся европейская экономика и американская и прочее. Все равно весь мир будет наш. Наверное, исправляется. После того, как недавно заявил о слабости России и призвал к перемирию с Украиной. За такое Путин по голове не погладит. Ты понимаешь? Ну и финалочка. Без песен в России никуда. Только послушайте очередное творчество каких-то сумасшедших артистов. Только герои в наших винах можете всех убить. Россию вам не победить. Как-то так в последние дни у пропагандистов с безумными историями на благо Бункерному ждем очередную порцию новых историй кремлевских слуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова